Базарная жизнь. Рыночная торговля в 12 микрорайоне обрела такую форму, что скоро захватят дворы и подъезды. Жители в районе Горняка показали, как им приходится соседствовать с контейнерами, торговыми рядами и бесконечно проезжающими доставщиками. А все из-за того, что власти закрывают глаза на самовольный захват городских территорий предпереимчивыми торговцами. Ирина Вобещевич разбиралась в вопросе. Вы думаете, что я сейчас на рынке стою? Нет, я возле дома прямо. Тут превращается прямо в базар. Каждым днем все растет, растет. Мы видели разрастающийся рынок, который захватывает частный сектор. Но чтобы многоэтажный – это нонсенс. А между тем люди так живут и не могут победить за силе перекупщиков. Уже с ранних часов начинается подвоз товара, сигналят – не могут разъехаться. Были инциденты, когда, к счастью, дети живы. Были сбитые дети. Что-то жарят машины, запах. Ну, просто невозможно. Вон стоит. В двух шагах от нас рынок стоит. Ну, почему не там, а прямо дом превратился в базар. Интересно, официальный рынок горняк тут есть в нескольких метрах. Но торгашам необходимо перехватывать людей с остановки. Вот и заполняют они каждый свободный метр, не давая проходу людям и забираясь во дворы. Вы вот видите, вот здесь проход между магазинами. Везде стоят вот такие проходики. Люди с колясками не могут зимой иногда вообще проехать. Пройти невозможно нигде. Везде они стоят. Везде у нас базары пустые. Вдоль дороги везде стоят. Люди ходят по дороге, по проезжей части. Вот эти контейнеры. Они как начались один, второй, третий, десятый. И пошло, пошло, пошло. Кто мешает? Если у нас пожар что-нибудь будет. Вы вот эти сперва уберите, чтобы, не дай бог, пожара не было. Которые, чтобы спецмашины могли подъехать. Увидев съемочную группу, торговцы всполошились. И сразу образовалась группа поддержки, которая заявляет, что жители мешают своими машинами. Во-первых, все под рукой. Все под рукой. И магазин, и рынок. Мы даже иной раз и магазин не заходим. Покупаем здесь на рынке, потому что дешевле. Если новый супермаркет нашел возможность и отогнал от своей территории всех торговцев, то старый магазин, по словам местных, напротив, имеет интерес от такой торговли. Вот вокруг он оброс торговли уличной. Это законно? Ну как законно? Там же все торгуют, и на той стороне торгуют. И здесь вообще рыночная зона. Правильно? А, это рыночная зона. Это официально? Это Акимата? Акимата, конечно. Там дальше и рынок еще есть. Местные жители смотрят на все происходящее с ужасом. Оставлять машины приходится в узком пролете, так как территорию кусок за куском забирают. Вот новый супермаркет ставит отдельную мусорку и почему-то не у себя во дворе. Старая контейнерная площадка и без того после ветра заполняет двор целлофаном, бумагой и прочим. Люди просили детскую площадку, но ответ один – негде ставить. Машины вылетают ни в мяч поиграть, ни в песочнице, ничего нету, никаких условий. Зато мусорок понаставили для магазинов и контейнеров для базаров. Кстати, за санитарным состоянием тут никто не следит. Вечером торговцы оставляют после себя кучу мусора и со спокойной совестью отправляются в Освояси, чтобы утром снова взяться за дело. Да, действительно, проблема по рынку горняки есть. Там, получается, исторически так сложилось, что это торговая территория, основная часть. Сейчас же у нас идет проблема, что идет самозахват земель. Люди, получается, уже просто остановятся, ставят свои прилавки и начинают торговать. В районном Акимате говорят, что действительно население регулярно жалуется на торговлю, но не в их компетенции, а отдела земельных отношений пресекать подобное. В отделе земельных отношений пояснили, что работу ведут и даже заставляют убирать прилавки и контейнеры, но якобы снова ставят без всяких разрешений. Именно сейчас по этому вопросу мы с отделом земельных отношений будем выходить и уже точно выявлять, кто законно стоит, кто незаконно, получается, занимать эти земельные участки и уже принимать дальнейшие меры. Даст ли это результат или власти бессильно упорядочить торговлю, узнаем совсем скоро.